Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Некогда полноводная приходская река Пятидесятнической церкви «Новая жизнь» сегодня превратилась в пересыхающий ручей. В него все еще вливаются верные старшему пастору Василию Никитовичу Вакульскому души, однако день от дня их становится все меньше и меньше. Вот уже затихли и певческие голоса. Сегодня у нас нету молодежного хора. И мне только Александр Гринько сказал, когда я пришел, хора молодежного не будет, они петь не будут. Нужны нам такие служители, которые разрушают дело Божие или не нужны? Василий Никитович спрашивает у опустевшего зала, в котором еще три года назад яблоку негде было упасть. Спрашивает с той же самой сцены, на которой три года назад эти же служители пели ему дифирамбы и дарили подарки. Как оказалось, со смыслом. Александр Гринько намекал тонко. Власть пора отдавать. Братья и сестры, мы подарили от церкви часы. Потому что время идет очень быстро. Пастор нам говорил много раз, чтобы мы дорожили временем. Вот ему тоже будут часы. Мы видели, что он не носит на руках часов. Вот теперь должен носить. Леонид Пахнюк действовал топорнее и прямым текстом связывал подарок на 25-летие служения с увольнением. Я служил в советской армии. И когда мы увольнялись, мы делали альбом. И в этом альбоме мы всегда писали на первой странице. Кто не был, тот будет. Кто был, не забудет. Ну а Петр Апанасюк просто вручил цветы супруге Вакульского. Жизнерадостная троица служителей новой жизни улыбаются и на этой фотографии. Они позируют на фоне суда после того, как последний принял их заявление против Вакульского. Но вернемся на праздничную сцену новой жизни. Свои поздравления Вакульскому и церкви, которая просуществовала четверть века, обильно рассыпали Виктор Бурлака. Мне хочется пробуждения. Владимир Лащук. Материальное служение, братья и сестры, это тоже служение. Владимир Шевчук. Я обрадую их в доме молитвы. Григорий Цибульский. Все они позже подпишут вот это письмо. Оно должно было выбить стул из-под Вакульского, которому заговорщики уже накинули петлю на шею. Письмо, после которого Василий Никитович должен был лишиться сана епископа. Его церковь, а заодно и такое лакомое здание, должны были перейти к Союзу христиан веры Евангельской Америки. Единым вдохновителем этой рейдерской схемы сторонники Вакульского, как один, называют Адама Семеновича Бондарука. Благословляя тогда Вакульского, он в первую очередь пел про недвижимость. Они приобрели особым благоволением это здание. Но это был не подарок людей, это твой подарок. За него тоже уплачены средства. Это средства, это жертва народа. Тарабарщина, не правда ли? Бондарук – первый епископ американских пятидесятников. Вся история его правления началась без малого четверть века назад с липового рукоположения. Это произошло в Сакраменто в церкви Вифания. К падшим служителям, к которым мы еще вернемся, а пока важно знать, что церемонию провел Николай Котяков, приехавший к нам из Украины. Котяков Николай не был послан для рукоположения начальствующим епископом и советом епископов от объединения церквей христиан вероевангельской. Он самовольно принял руководящую роль в рукоположении Адама Бондарука в епископы. Это рукоположение было признано незаконным, однако каяться ни Бондарук, ни уж тем более Котяков не стали. Напротив, последний окончательно перебрался в США. Проповеди его скорее совращали людей, ведь Николай Котяков богохульствовал. Скажем, как тут, он даже глазом не моргнув, сравнивает Бога с собачкой. Только что прохожий гладил эту собачку, и она приняла, что он все хорошо, а этот панкует жал и получил укус. А Бог говорит, если вы участвуете в Вечере Господне, а потом произвольно делаете то, что убило меня, вы опять идете и живете в этот мир, это раздражает меня. Вы меня вызываете, что я должен вас судить. Вы меня заставляете что-то делать. Поэтому не делайте, чтобы вы были участниками в Вечере Господне, и участниками в каких-то заседаниях греховных. Сам Котяков заседания греховные посещал регулярно, особенно любил стриптиз. Поползли слухи, и Бондарук, принявший рукоположение от Котякова, решил замять это дело и разослал во все концы письмо от имени Союза Христиан Веры Евангельской Америки Уэст. Якобы на братском собрании разбирались слухи об аморальном поведении Котякова и его сотрудничестве с КГБ. На полном серьезе составители этой бумажки уверяли адресатов, что за одно заседание смогли во всем разобраться и не нашли ни одного свидетельства против Котякова. Обратите внимание, под письмом нет подписи Василия Никитовича Вакульского. Ему слово. «Приезжает с Вашингтона ко мне, говорит, слушай, Никитович, подпиши, вот что, все, в чем Котякова обвиняет, это ложь. Я говорю, я такое не подпишу, потому что я не уверен в этом. Ты что, мы ехали с Вашингтона, все подписали твои подписи, такой нет. Я вам сказал, братья, вы едете, навык, с Москвы. Но я вам сказал, что я такого не подпишу, потому что я больше уверен и склонен, что это было». Может быть, еще и за это сегодня Бондарук мстит Вакульскому. Бумажка эта попала и в церковь Вефезда, где Котяков служил епископом. Выводы, к которым пришла Вефезда и результат работы Лекс Либерти похожи как две капли воды. Бондарук со своей командой никакими расследованиями, конечно, не занимался, а попросту пытался задавить братский совет. Свидетелей на его заседание не пустили, а ведь такие были. Близкий друг Николая Котякова в своем желании покаяться и осветиться признался братьям, что он вдвоем с Николаем Котяковым три раза был в непристойных местах сексуального назначения. На несогласие Вакульского просто закрыли глаза. Стоит ли говорить, что признание самого Котякова о своих похождениях Бондарук утаил? Такой плевок Вефезда терпеть не стало. Церковь вышла из Союза христиан веры Евангельской Америки Уэст. Николай Котяков, рассчитывавшийся со стриптизершами и оплачивавший порноканалы церковными деньгами, был отстранен от епископства в церкви Вефезда, Панковер, штаб Вашингтон. Покаялся? Нет. Упитанный любитель сексуальных утех разделил церковь и увел оттуда не один десяток прихожан. Он с легкостью открыл новую. Смирно. В 2002-м именно так и поступил журнал «Шанс». После анализа и публикации приведенных выше скандальных фактов церкви одна за другой стали выходить из Союза Бондарука Котякова христиан веры Евангельской Америки Уэст. Конгрегация распалась, а вместе с ней рухнул и Союз христиан веры Евангельской Америки ИСТ, который возглавлял Виктор Лимонченко и Славик Радчук. Те церкви, которые вышли из Союза Бондарука Котякова христиан веры Евангельской Америки Уэст, создали независимое братство христиан веры Евангельской. «Шансу» тогда, как и Вакульскому сегодня, была объявлена война. Коммерческое издание душили всеми возможными способами. От рассылки вот таких писем рекламодателям и прямых угроз «переломать ноги» до конкретных насильственных действий. Сломить редакцию не удалось и закончилось все вот так. Редактору газеты «Шанс» Саше Шанс был произведен выстрел в голову, что характерно для так называемых «заказных убийств». Уголовное дело открыла полиция штата Вашингтон. С тех пор о скандалах в церкви Бондарука Вифании, о том числе сексуальных, постепенно забыли. Однако зерно разврата, брошенное любителем порно Котяковым, дало обильные всходы. 16 марта 2018 года Верховный суд Калифорнии в Сакраменто приговорил к двум пожизненным срокам и еще 22 годам сверх того пастора Вифании Виктора Мирошниченко. Пенсионер-педофил из Казахстана два года развращал собственную внучку. Если вы можете преодолеть отвращение, то детальные обвинения прокуратуры доступны вам в описании к видео. А мы позволим себе только одну цитату. Все началось, когда девочка ходила в четвертый класс. В то время ей было 9 или 10 лет. Свою грязную страсть Мирошниченко удовлетворял множество раз. В спальне родителей девочки, в детской уборной, в машине, в гараже, в огороде, в комнате девочки, где она делала уроки. Не обошла эта мерзость и семью Бондарука. Скверное рукоположение Катякова отразилось на третьем сыне Адама Семеновича. Суд признал Петра Бондарука виновным в изнасиловании. Причем детали на слушаниях всплывали одна, а мерзительнее другой. Наша задача – не допустить расползания такой заразы зачастую сдобренной харизматической отравой. То же пытается сделать и Василий Никитович Вакульский, параллельно сдерживая рейдеров Бондарука. Но пастора нагло обвиняют в сеянии смуты. Мы снова на братском собрании в церкви «Новая жизнь». Также Василий Вакульский обвинил лидеров молодежи нашей церкви и регента молодежного хора в харизматии, что вызвало возмущение у членов церкви и молодежи. Этот голос, к слову, принадлежит Ивану Суеркову. Он известен по штрафам за браконьерство, улечен в связях с проститутками и водит автомобиль, не пристегиваясь. Как троянец, член «Новой жизни» пытается избавиться от Вакульского, поэтому со сцены его выкидывают под понятные крики прихожан. Иван Голословин. Фактов у Суеркова нет, зато они есть и у Иосифа Бережинского. Десять лет он преподавал в библейской школе и был руководителем молодежного движения в штате Орегон. Руководитель молодежи Кирилл Гринько решил с руководителями лидерскую книжку Джана Мэксвелл читать и заставлять каждого лидера, чтобы они присутствовали на этой встрече. Я лично сам просмотрел эту книжку, также знаю, что историю Джана Мэксвелл. У него в церкви открыто принимают участие в служении люди, которые неправильной ориентации. Я спросил, и как вы связываете это с Библией? Он мне ответил. Ну, оно имеет, оно имеет, мы как-то свяжем. Не связал. После этого интервью Иосиф Бережинский лишился должности, а на его место поставили человека, который одобряет неопятидесятничество и нетрадиционную сексуальную ориентацию, в том числе гомосексуализм. Чувствуете, кто-то решил впустить к пятидесятникам харизматов-извращенцев. Тем, кто, может быть, не знает, мы покажем, как выглядят харизматические сборища. Двери новой жизни, по убеждению Иосифа, харизматом открыл сын Александра Гринько, Кирилл. Это коварный человек. Послушайте, как он жонглирует словами, пытаясь убедить паству Вакульского в том, что суд над пастором на самом деле не суд. Дело в том, что слово суд или ласуд, это, знаете, как слово ганг, пистолет. Можно сказать, глуган, нейлган, стейплган, кокинган, шаппилд. Все эти языковые трюки Кирилл Гринько проделывает перед русскоязычной паствой. Большая ее часть не владеет английским. На сцене Гринько-младший ведет себя вызывающе. То ли начитался книжек Джона Максвелла, то ли пытается оправдать доверие своей религиозной крыши. По нашим данным, рейдеры Бондарука пообещали ему место Вакульского. Как справедливо заметил Василий Никитович, все претензии к нему исключительно финансовые. Почему вы не поставили, почему хор молодежный не поет, почему церкви проповедники проповедники? Вы поставили все материальные вещи, за что идет и борьба в церкви. Материальные вещи, вам нужны здания, вам нужны деньги. Вот все, что я говорил и раньше, братья. Кирилл Гринько, конечно, не ответил, ведь именно он саботирует нормальную жизнь церкви. Изнутри. Вот скриншот обращения Кирилла к пастве. Он призывает людей не участвовать в вечере Господней и утверждает, что Василий Никитович нелегитимен и снятся служения, а это ложь. Тех, кто ослушался Гринько-младший, а заодно и Пахнюк-младший Сергей, попросту удаляют. Вот так, грубо, как шакалы, терзая Вакульского, рейдеры пытаются затащить новую жизнь в союз христиан веры Евангельской Америки. Пока отцы судят Вакульского, сыновья расшатывают ковчег. Рейд качается. Или покупайте, или уходите. Какой совет? Совета нету. Помощи нету. Денег нету. Управлять этим союзом пытается его серый кардинал, уже знакомый нам почетный епископ Адам Семенович Бондарук. Ему, как воздух, нужна строгая централизация, при которой он вершина властной пирамиды. Почетный епископ, как глава и судья церкви, он хочет единолично вершить судьбы иерархов, и рейдерство – далеко не единственный способ решения этой задачи. Знакомьтесь, это Иван Голуб, пастор церкви «Друзья Христовы». Бондарук попросту купил его, пообещав должность старшего епископа штата Орегон, и «Друзья Христовы» перешли под религиозную крышу Бондарука, причем втайне от прихожан, то есть без согласия и голосования, в обход устава. Члены церкви «Друзья Христовы» неожиданно узнали, что состоят сразу в двух религиозных организациях – в независимом братстве христиан веры евангельской и союзе христиан веры евангельской хомича Бондарука. Какую дань пастор Голуб платит Бондаруку, он говорит, отказывается. Как и печально известный Катяков, пастором Голуб стал после раскола чужого братства – церкви «Конкорд». Нет аплодисментов для артиста. Все, у него, как говорится, нет настроения, он убит. Договорился Бондарук и с Николаем Захаровичем Михальчуком. Пастор церкви Суламита ушел с поста, как и предлагалось Вакульскому, по-хорошему, и передал церковь Даниилу Товкачу. Суламита отошла к союзу хомича Бондарука, а Михальчук получил зарплату старшего пастора. За чередой этих событий только слепой не увидит истинную цель союза христиан веры евангельской Америки – власть и реки долларов, пожертвования, из-за которой извращенные служителя давно продали бесценный дар – душу. Догадываются ли прихожане тех церквей, которые входят в союз христиан веры евангельской Америки, что они – соучастники и спонсоры духовного террора, ведь именно на их пожертвования содержится религиозный общак. Сколько церковных долларов было брошено на снятие сана епископа Свакульского? Для этого служители слетелись со всей Америки. Вашингтон, Владимир Дуб, штат Миссури, Олег Бюллер, Аляска, Петр Нестерцов, штат Южная Каролина, Вениамин Шевченко, Петр Игнатович, Иван Голуб, Виктор Бурлака, Вячеслав Байнецкий, Николай Михальчук, Даниил Товкач, штат Орегон. Запустив механизм разрушения новой жизни изнутри, Бондарук, конечно, открещивается от беспредела, который происходит в церкви. А вот если Вакульского все же сместят, тогда Адам Семенович скажет, ну раз Господь допустил этому случиться, значит такова его святая воля. Бондарук не привык проигрывать, однако только время покажет, сможет ли он одержать победу над братом Вакульским. Но даже если это произойдет, это будет пирова победа, цена в которой прозревшие прихожане Вифании, которые перестанут бояться и покинут эту обитель разврата и беззакония. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok